20 минут под обстрелом роженица из Мариуполя рассказала о том, как добиралась до роддома. На месте событий сейчас находятся наши коллеги, шестеро журналистов из Дагестана. Каждый день они общаются с местными жителями и публикуют актуальную информацию о событиях в Донецкой Народной Республике. Потому что это было ночью, схватки начались ночью, было идти страшно ночью. Мы шли пешком. Боялись, что остановят. Как же? Военные действия, военные по городу. Ну ничего, дошли, слава богу, все нормально, вроде прошли, все хорошо. Долго шли? Ну минут 20, наверное. Мы шли без остановок, потому что были схватки, мы летели так, что... 20 минут в ночи под неутихающими обстрелами женщина добиралась до ближайшего роддома. Усилиями врачей роды прошли хорошо. Мальчика назвали Тимур. Правительство Украины отрицает информацию о боевых действиях в ДНР и ЛНР. Тем временем только в одну из больниц Мариуполя ежедневно обращается до 200 человек, сообщает наш коллега Исрафил Исрафилов. Солдаты националистических батальонов бьют градами по жилым домам. Были грады бьют. И за одну секунду дом сложился. Я была в комнате. Затеряла сына, невестку и внучечку. Маленькую. Как мне теперь искать. Ничего не знаю. Меня обожили, ребята, на блокпост привезли, принесли на руках. Потом привезли в больницу. Спасибо большое всем. На своей странице в Телеграме Срафил Исрафилов публикуют жуткие кадры из мариупольской больницы. Частично отсутствуют электричество и элементарные уборные условия. По словам журналистов, в настоящее время роддомы Мариуполя очень нуждаются в детских смесях, памперсах, пеленках и салфетках. Продолжение следует...